В этом году лето задерживается, но просила передать вам пламенный привет. Здравствуйте! Вы смотрите, несмотря ни на что, летний выпуск программы «Новая Я» на канале РТР Молдова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стилисты готовы поделиться с вами некоторыми практическими советами, которыми непременно нужно воспользоваться на отдыхе. Первый вопрос, на который мы прольем свет – как, уделяя минимум времени волосам на отдыхе, обеспечить максимум внимания окружающих мужчин? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, вы на море. Но вы хотите выглядеть шикарно. Мои любимые, мы придумали для вас очень простой способ, как на море уложить себе волосы. Берите большую прядь волос, закручиваете ее в жгутик и наносите какой-то санблок. Я рекомендую вам использовать специальные солнечные серии, которые предохраняют ваши волосы от ультрафиолетовых ключей. Вы наносите на прядь и подождите, пока они впитаются. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так вы можете всю голову закрутить в жгутики, нанести средства. И пока вы будете собираться на завтрак, например, у вас будет формироваться отличная шикарная укладка. Это будет эффект пляжных таких кудрей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После того, как вы все это сделали, и все это уже высохло, я рекомендую наполнить голову вперед. Еще чуть-чуть. Ставьте пальцы на голову. И короткими резкими движениями все назад. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Таким образом вы получаете шикарные волнистые волосы. И легкий мокрый эффект, который вы можете носить с собой весь день. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы вышли из моря, ваши волосы влажные, и вы хотите поиграть немного в волейбол. Стоит вам найти всего одну невидимку или, допустим, коктейльный зонтик маленький. И вы сможете сделать очень простую прическу. Для этого нужно наклониться назад. Слегка присобрать волосы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Возьмите прядь снизу волос и оберните ее вокруг всего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вставляйте невидимку, и теперь самое главное, что придаст этой прическе, красоту. И вообще это можно использовать всегда на любой хвостик. Ставьте руку и вытащите немного ваши волосы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это придаст более натуральный небрежный вид. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И, конечно же, то, что мы все любим, это объем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Одна из самых распространенных ошибок, которые вы, мои дорогие девушки, делаете на отдыхе, это наносите маску и не смывайте ее. Ни в коем случае нельзя оставлять на волосах кондиционер или маску для волос. Особенно на весь день, когда вы на отдыхе. Думать, что маска на протяжении всего дня защитит ваши волосы, это очень большое заблуждение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ее ПАЖ очень кислый. И это разрушит ваши волосы, если вы будете долго держать ее на волосах. Лучше использовать специальные кремообразные средства, которые специально для этого разработаны. На бутылочке вы можете найти такие слова, как «лив-ин» или что-то такое. И это будет означать, что это средство специально предназначено для того, чтобы его оставлять на волосах и не смывать. Но ни в коем случае, я повторяю, ни в коем случае не оставляйте на волосах маски и кондиционеры. Их кислый ПАЖ разрушит ваши волосы. Еще вам может показаться, что, например, на пляже, как я очень часто наблюдал, наносить увлажняющие двухфазные спреи – это хорошая идея, но это абсолютно не так. На солнце ваши волосы, будучи постоянно увлажненными, они будут гореть еще сильнее. Увлажняющий спрей, несмотря на его название, на солнце он абсолютно не увлажняет волосы, а наоборот, он их истощает. Итак, пришло время вечерней вечеринки у бассейна. И вы хотите одеть свое тактельное платье и выглядеть еще немного элегантнее. Конечно же, не может быть и речи о расческах, зеркалах и средствах для волос. Но у вас есть ваши ручки. Мы берем наш замечательный хвостик и просто его начесываем пальцами. Выдержите кончик своего хвостика и опускаете руки. Таким образом мы добавляем больше объема волоса. Берем еще одну зубочистку, невидимку, что найдете. И фиксируем у самого основания прически. Чтобы вы могли танцевать, дергать головой, все, что захотите. Конечно же, еще немного защиты. И, конечно же, прическу надо немного испортить. Вытаскивайте руками пряди, чтобы добиться максимально естественного и красивого эффекта. Все это можно сделать абсолютно без никаких средств. Используйте только свои руки. Без зеркала. Если по приезду домой с отпуска вы не хотите посещать своего парикмахера, чтобы освежить цвет, который смылся раньше времени, и постричь кончики, которые вы только недавно стригли, но они почему-то высохли, то это для вас. В каждой фирме есть свои специальные солнечные серии для отпуска. Они содержатовые фильтры и масла, которые предохраняют ваши волосы от пересыхания. Морская соль очень пагубно вредит на волосы, несмотря на то, что волосы выглядят шикарно. Они волнистые, они классные, но, увы, они становятся более ломкие после морской соли. Я рекомендую вам использовать специальные солнечные серии, которые не позволят морской соли проникать ваши волосы и защитят их от вредных воздействий ультрафиолета. Особенно я большинство, мои дорогие блондинки, обильно поливайте свои волосы безмывающимся кондиционером, когда вы находитесь в отпуске, потому что светлые волосы больше всего чувствительны к морской соли. Желаю вам бронзового загара и солнечных поцелуев. Я не буду спрашивать, любишь ли ты путешествия? Знаю, что любишь, и это самое крутое время для того, чтобы отправиться в жаркие страны, чтобы загорать на солнышке. Расскажи нам, что ты берешь с собой. Между нами девочками я не очень люблю жаркие страны и не очень люблю лежать на пляже долго и принимать прям так солнечные ванны. Но все же иногда я себе это позволяю. И поэтому я с собой всегда беру мои любимые головные уборы, шляпы и платки, что помогает мне создать индивидуальный образ всегда. Я вижу, что из твоей пляжной сумки выглядывает шляпка как раз под цвет слайдев. Покажи нам и расскажи, что за шляпка. Это одна из любимых моих шляп. Она в виде колокольчика, так как я не очень высокого роста и позволить себе шляпу с большими полями не могу. Это как раз идеальная форма шляпы. Она не очень большая, не очень маленькая. У нее форма колокольчика. Ты всегда можешь, меняя форму оправы, изменить свой образ. Плюс она натуральная. Плюс она натуральная. Она сделана из соломы. Бренд мы не будем называть. И цвет синий, который тоже мой любимый цвет. И можно сочетать его с любым, мне кажется, рисунком, полоской, горохом. Как вам нравится? Очень крутая. Можно примерить? Да? Круто. Я всегда носила шляпы с такими широкими полями. Так я никогда не мерила. Ну как? Тебе очень хорошо. Спасибо. Щечки твои. Я все готова на пляж. Работать больше не хочу. Можешь делать селфи? Сейчас. Сегодня будут твои модели. Да? Такую форму очков я обожаю. И одев шляпу немножко на лоб, нет, снимаем. Вот так. Мы изменили образ. Можешь делать себе селфи? Да. Показываем язык. Классно. Мы такое-то кино снимаем. Да? Видишь, ты совершенно в другом образе. И уже хочется вечер. Уже веет морским бризом. Уже хочется на пляж. Я знаю, что ты кроме шляпы еще любишь кепки. Я люблю кепки. Сегодня это очень модно совмещать романтический стиль со спортивным стилем. моим любимым спортивным стилем. Точно так же взяв любимый синий цвет. Это чуть-чуть другого оттенка. Классическая спортивная кепка. Давай примерим. Давай-давай. Давай. Так, чтобы никто не узнал? Нет, нет. Вот так. Очки. Все, теперь меня никто не узнает. Давайте сделаем фотографию. Это фотографии серии «Я люблю свою работу». Ну, спортивный стиль, с ним все понятно. Еще один головной убор, такой экстравагантный, стильный, как раз для тебя, это «Челма». Мы знаем, что ты очень любишь такие головные уборы. Может быть, покажешь нам свой любимый? У меня есть несколько летних вариантов. Я их с собой взяла тебе продемонстрировать. Это вот такой вот молочный цвет, который ко всему подходит. И я думаю, что если ты примеришь, тебе будет хорошо. Ты примери, повернись туда, и как будто ты вот... Круто. Круто. Я в львосточной оттазочник. Но очками мы сейчас все исправим. Ну, может посмотреть. Давай я покажу наш интервью зритель, чтобы не оценили. Чувствую я тебе прикольную. Это исключительно вечерний аксессуар, или можно в ней ходить и на пляж. Ты можешь в данной чулуме ходить на пляж, одев восточную тунику из легкого батиста. Ты создашь прям такой правильный образ. Ну и в путешествии я всегда с собой беру большое количество платков. Это незаменимая вещь сумочки любой модницы. Давай я тебе продемонстрирую, что я взяла. Это классическое каре. Это шелка, да? Это шелк. У него размер 90 на 90. Из этого платка мы можем сделать головной убор в призап его виде чулмы. Мы можем сделать из него сумку в цвет нашего наряда. Мы можем сделать два вида топов под белые брюки или джинсы и быть модным. Я думаю, что у всех, в том числе, у меня вопрос как мы это можем сделать. Как мы это можем сделать? Ну давай самый простой я покажу. Мы вот так вот заворачиваем вот так завязываем вокруг шеи. Ага. Сзади, да? Сзади. Круто. Несмотря на то, что дом моды Эрмес сначала в 1837 году специализировался на изготовлении уздечек и седел, а затем значительно расширил выпускаемую продукцию, мировую славу дому принес все-таки шелк. В конце 20-х годов 20 века модный дом переходит под управление Роберта Дюма, который в 1928 году запускает знаменитую линию шелковых подков коре, которыми Эрмес и прославился на весь мир. Классический шелковый коре это четырехугольник площадью 90 на 90 сантиметров из 65 граммов наилучшего шелка с уникальным незменно напечатанным вручную рисунком. На рисунках бега и скачки, знаки зодиака и образы Матисса, орнаменты в виде ключей и дикие животные. Платок Эрмес стал самым демократичным способом приобщиться к роскошной марке. Каждые полгода создается 12 моделей, 6 по новым эскизам и 6 по эскизам лучших платков прошлых лет, которые выпускаются повторным тиражом в актуальной цветовой гамме. Однако в новых коллекциях всегда присутствуют лошади, цирковые, игрушечные, африканские зебры и так далее. Со времени первой коллекции 1937 года до сегодняшнего дня в доме Эрмес было создано более 1200 эскизов. С 1939 года платки от Эрмес упаковываются специальным образом. Их складывают исключительно в коробки оранжевого цвета. Платки коре можно использовать в качестве украшения, платья, пояса и даже сумок. Бренд Эрмес в очередной попытке популяризировать свои платки среди молодежной аудитории придумал необычный ход. К свежей годовщине своих коре выпустил колоду из 20 карточек с мастер-классами на оборотной стороне. Стилист Ольга Маликова готова продемонстрировать нам оригинальную колоду от бренда Эрмес. Ну и в интернете в журналах всегда печатают очень много приложений как создать из платка те или иные вещи как их правильно повязать. И каждая модница должна собой как карты. Ага то есть там подсказки да? Да здесь подсказки можно сделать бусы Классно Можно сделать вот такую оську Прям подробная инструкция Подробная инструкция Можно вот так Вот это одна из самых любимых моих вещей Классно Очень удобно И классическое повязывание платков Это Чтобы защититься от солнца Вот этот топ который я показывала Вот этот топ очень интересный Ну и вот это из двух платков Это все вот классические Кореи 90 на 90 То есть размеры должны быть такие Они самые максимальные А я закончу наш увлекательный и модный репортаж банальным вопросом Какие у тебя планы на оставшийся кусочек летом? Как всегда Италия Ты же знаешь я люблю Италию и я жду не дождусь своей поездки своих выходных где я смогу насладиться солнцем морем шоппингом шоппингом и красивыми и красивыми любвистиями А мы тебе желаем от поездки только ярких и точных впечатлений у меня и 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 Субтитры сделал DimaTorzok